На самом деле не стоит удивляться, что именно Татьяна Рябовна отправилась на съемку сюжета про то, как правильно, вроде бы мужское дело, правильно? Я хотел ей в этом деле помочь, но жестко сильно заболела шея, и я не знал прям... Прямо не уехала, ты не поверишь, что у меня кое-что для тебя есть. Я так тарарарарам, па-дам! Так я же чистый. Ты узнаешь? Спасибо. Думаешь, да, я хочу тебя просто протереть. На самом деле нет, в моих руках сейчас находится рушник, и не поверите, вы, наши телезрители, уважаемые, может быть, ты даже, но им можно все твои проблемы с шеей решить буквально несколькими. Ты сейчас скажешь, да ладно, я как будто тебе его продаю уже, да, купите, приобретите. Наверное, к нему должен еще какой-то человек прилагаться, который умеет. Я тогда в другую сторону переворачиваю и передаю действительно профессионалу этого дела, Олег Аганин, держите, исследователь народных традиций. И вот именно так именуем его мы сегодня. Он нам расскажет и покажет, надеюсь, что Сережа тоже шею разомнет. Доброе вам утро. Идет порядок, отправится в армию. Скажите, действительно, насколько можно ли вылечить, там, починить шею и вообще, в принципе, не только ли шею, что-то еще? Ну, насчет починить, в зависимости от того, что случилось. Ну, как правило, помогали друг другу ежедневно, потому что кто-то устает, кто-то ушибся, у кого-то стресс и так далее. Это называлось ладко. Ладко – это приведение своего состояния в доброжелательное, гармоничное состояние. То есть организм, когда устает, из него уходит живость, ее нужно вернуть. Вот для этого существуют различные методы. Можно ладить руками, рушником, ножом. А все ли, получается, могли ладить? То есть, ну, я имею в виду, нет, конечно, и мужчины, и женщины, дети. Конечно, все, да. Детей учились с 7 лет прямо. Вот. И каждый день ладко делали друг другу. Вот вы являетесь таким проводником, как бы, данного направления. Откуда вообще, в принципе, о нем узнали и как учились? От дедушек, от бабушек, от селителей. Ездили в какие-то деревни, да, специально для этого? Ну, конечно, конечно. Учусь у знахарей, учусь у специалистов регулярно, каждый день. Это сложная наука, вот, в целом? Или... Чем нужно обладать? Да, какие-то особенности. Если постоянно занимаешься этим, несложно. Ну, то есть, уже более условно начинать. Сложнее править, когда, допустим, что-то происходит с позвоночником. Что-то более серьезное, скажем. Да. Серьезные подвыверты, травмы такие. Хорошо. А я сейчас как артист сыграл. Больше. Давай. Помогите, пожалуйста. Давайте попробуем. Помогите, Сергей. Просто продемонстрируйте, что это такое. Как это происходит. Сейчас вот снимаю аппаратуру. Тебе помочь надо? Нет, нет, нет. Я думаю... Ты можешь сам это сделать. Я сейчас прилягиваю. Универсальничек. И... Так, нет, надо ровно ложиться, правильно я понимаю? Да, да, да. Ровно. Друзья, смотрите, сейчас невероятные вещи будут происходить. Болит шея у парня. У парня просто болит шея. Все. Ой-ой-ой. Уже вот так. Можно закрыть глаза, можно открыть. И рассказывайте, конечно, что делаете. Да, вы что-то говорите, какие-то слова при этом? Или это в тишине? Полностью отпустить. Да, полностью отпустить. Вот смотрите, мы слегка приподнимаем голову. Начинаем небольшие покачивания, протрясывания. Вот если есть зажимы, то движения блокируются, они через позвоночник почти не передаются. Они идти должны в копчик и даже с самых пяток. До самых пяток. И вот в процессе такой ладки. Оно все выправляется, соответственно, да, наверное? Да. Позвоночник освобождается. Через шею тянется грудной отдел, поясничный, крестцовый, до самого копчика. Я так понимаю, что человек, который лежит, он, естественно, расслаблен, он ничего не говорит. Но, Сереж, как у тебя ощущения? Это очень приятно, я тебе скажу. Ты не уснешь у нас в конце концерта? Сейчас не говорить, а лучше сказать что-нибудь после ладки. А, хорошо, извините. Тогда вы рассказывайте еще в дальнейшем. Вот это очень простые движения. Протрясывание. Скажите, но, наверное, если без соответствующей техники ты это делаешь, можно, конечно, что-то повредить. То есть все равно нужно... Нет, повредить можно только, если делать на жестком полу и уронить его голову резко. Зачем же вредить, когда цель ладки наоборот? А долго ли вот так нужно делать? И вы сами понимаете, допустим, что у человека все уже выпарилось? Или он подает какие-то знаки, вам улыбаться, начинает как Сережа? Я смотрю, как передается движение по позвоночнику. От шейного отдела и вниз до копчика. То есть это постепенно, постепенно, оно все лучше и лучше передается. Прекрасно. Еще немного времени остается где-то около часа до конца нашей программы. Я предлагаю вас здесь и провести их. У вас, наверное, здесь, да, мы поговорим. Но получается, все равно, правильно же я понимаю, что вот сейчас многие посмотрели, им показалось, что это достаточно легко, и они смогут так же дома сделать. Лучше так все-таки не делать, обратиться к специалистам вашего профиля, скажем так. Можно попробовать, если не получится, да, обратиться. Я могу просто научить, и все. И каждый будет это делать сам. А много ли людей обращаются к этому? Ну вот сейчас современный мир, он такой достаточно технологичный, им огромное количество есть аппаратов различных, а вот вы часто так делаете? Ничего не заменит. Вот этот метод живого человека никакой аппарат не может заменить. Самый чудесный. В последний раз, вот неделю назад, я был на фестивале «Седьмое небо» в Акассии, и там специалисты из Томска подобный же метод позиционировали как латка рибоза, который пришел из Мексики. Ого! Но он немножечко менее такой, я бы сказал, продвинутый, что ли. У славян еще было необходимо мысленно направлять, вот, такой целительный посыл давать. И во время латки еще пели какую-нибудь народную песню. Ну или прогоживали вот так вот. Сережа, ты нам споешь какую-нибудь песню, на самом деле? И мне кажется, что он сейчас уснет, поэтому давайте разбудим нашего, моего коллегу. Сережа, расскажи, какие... Можно уже ему говорить или еще пока? Да, да, можно, можно. Подожди, а не торопи, пожалуйста, процесс. Мне так давно... Ну слушай, я, может быть, тебе тут сижу, завидую, я-то сижу, а ты... Сиди, завидуй. А у тебя там латки происходят. Ну давай, расскажи, наладилось у тебя все? Да, в порядке мои все латки произошли. Все хорошо? Действительно, это очень такой приятный процесс, он прям успокаивает. Мне кажется, даже можно перед сном такие вещи производить, манипуляции. И если, наверное, у вас какая-то сложная, допустим, работа в виде там умственной активности, я думаю, что такие вещи полезны. Потому что вот здесь все вот эти зажимы, они проходят и... Улучшается кровоснабжение. Хорошо. Вот, если какие-нибудь боли головные, то есть они просто проходят. То есть можно не воздействовать, скажем, на голову конкретно, там, пальцами, как некоторые это делали, или там давить о виске? Это вот самый мягкий физиологичный метод, который только существует. Самый. Даже не нужно руками прикасаться. Спасибо вам, на самом деле, за него большое. Я думаю, что Сережа тоже присоединится к моим словам. Я напомню, что Олег Аганин, исследователь народных традиций, у нас был с помощью такого, казалось бы, простого предмета, рушника, но вот сделал полезное. Да. Спасибо большое, что пришли, что продемонстрировали такие штуки, показали, как можно вообще, в принципе, например, себя после столожного рабочего дня, к примеру, успокоить, или, может быть, если у вас что-то болит, но...